О нашей героине можно утвердительно сказать, что ее жизнь сплошной праздник. Бесконечные поездки, яркие вечеринки и желание быть первой всегда и во всем. А может быть по-другому? Сейчас и узнаем. Сегодня нашей героиней стала Ольга Пищикова. Человек-оркестр, директор, ивент-агентство и начинающий режиссер. Девушка, которую многие знают, и многие думают, что знают о ней многое. Им известно лишь то, что сама Ольга не желает держать в секрете. Цвета нашей героини красные и черные, но стендаль здесь ни при чем. Именно их значение лучше всего отображает характер Ольги. Красный – цвет страсти, жизни, а черный – тайны и загадочности. Такая она Оля Пищикова, девушка с сильным характером и непосредственностью ребенка. Здравствуй, Оля. Приятно видеть тебя в нашей передаче. Готова ли ты ответить на вопросы нашего Блиц-опроса? Здравствуй, конечно. Ну и первый вопрос. Необходимая вещь на декабрь? Ну, на самом деле климат сейчас настолько сходит с ума, что обычно декабрь – это снегопады, это холод, я бы сказала, уги, или там теплый шарф, шапка. Но сегодня, допустим, декабрьский день, я пришла в легком осеннем пальто. Поэтому я бы сказала, что именно как писк моды, необходимая вещь на декабрь – это пиджак или платье или кофта с подплечниками стоять. Прямо как у нас, да? И продолжай эту тему. Твои приоритеты в выборе одежды? Ну, приоритеты в выборе одежды, на самом деле, у меня постоянно меняются, в зависимости от настроения. То есть сегодня тебе хочется гангстер скистили, завтра тебе хочется такой элегантный, официальный. Но то, что я любила всегда, это цветовая гамма – черный, белый, красный, при любимом из цвета. И я люблю платье. На мой взгляд, поведение человека должно полностью соответствовать его внешнему образу. То есть, если сегодня я пришла в костюме леди, на мне какое-то элегантное платье, я там с гулькой и так далее, то очень нелепо смотрится, когда девочки приходят в таком виде и начинают там садиться на стол, они напиваются или ругаются матом, или какие-то грязные пошлости употребляют. То есть это может быть и местно, когда они одеты в рваные джинсы, майки, там какие-то лохматые волосы. Но это должно как-то соответствовать всегда внешне внутренности. Тогда это смотрится гармонично. Я знаю, что у тебя очень мало свободного времени, ты все время что-то делаешь, к чему-то стремишься, чем-то занимаешься. А все-таки сценарий идеального уикенда для тебя какой он? Ну, всегда он разный, там всегда хочется разного уикенда. Но именно сейчас я бы сказала, что я, наверное, очень устала. И зима, при этом не хватает зимы, не хватает там сугробов. Я бы хотела провести идеальный уикенд где-то на лыжном курорте, в заснеженных горах, в маленьком деревянном домике, чтобы это был действительно отдых, спокойствие. В свое время вы взорвали Луганск с серией эпатажных вечеринок. Скажи, пожалуйста, а самая лучшая вечеринка, на которой тебе удалось побывать? Для меня, пожалуй, самая такая значимая вечеринка была. Мы были в Монако, отдыхали с моей лучшей подругой. Нас пригласили в клуб Джиммис, это любимый клуб Брюса Виллиса. Он находится там возле казино. Нам сказали, что там будет куча звезд. Вы будете там пить с Брэдом Питом, с Джоли сидеть рядом. Ну, как бы, мы там не узнали ни одну звезду, но, тем не менее, было очень весело. И само осознание того, что здесь и знаменитые, просто мы их не знаем, оно как-то было достаточно экзотично. То есть такое не каждый день бывает. Поэтому это произвело впечатление. Что на тебе было одето тогда? На мне было одето красное платье, которое я сама нарисовала. Мне его пошили. По колено, с разрезиком, ну, на бретельках. Оль, давай поговорим немного о внутреннем содержании, о духовном мире. Какая книга из последних прочитанных произвела на тебя неизвестимое впечатление? Вы знаете, сейчас очень мало времени, поэтому я как-то не позволяю, не могу позволить себе там тратить время на то, чтобы ради удовольствия читать там романы, истории и так далее. Я больше люблю читать книги, которые, ну, как учебник, чему-то учат. Там Карнэймги, Роберт Грин, там, 24 закона обольщения, 48 законов власти. Ну, психологически, там, 20 способов украдить мужчину. Ну, все равно это как бы больше чему-то учит, чем просто роман. Но, пожалуй, самое большое впечатление за последнее время – 48 законов власти. Очень цинично написано, но я понимаю, что в этом реально правда. Под какую музыку ты собираешься на вечеринку или подбираешь для себя наряд? Есть такое? Или это неважно, какая музыка? Ну, нет, я, в принципе, люблю не только два музыки. Вообще, танцую я и даже дома могу там как-то привязывать только бадаранби. А именно так слушать я очень люблю рэп. Понятие успеха для тебя и цена успеха. В этом, кстати, мои, ну, я сейчас заканчиваю фильм «Иллюзия». Он полностью снят на эту тему. Я думаю, вы посмотрите про успех и цены успеха. Ну, для меня успех – это что-то ежесекундное. Вот сегодня для тебя есть эта цель, и если ты ее добился, это успех. Но уже буквально через день это уже не успех, то есть перед тобой новые цели. То есть это какое-то мгновение. У меня самый основной страх, из-за которого я, ну, переживать можно из-за чего угодно, конечно, это там. Но из-за того, что кто-то обидел или про тебя что-то плохое сказал, как-то со временем мне это стало настолько безразлично, ну, пусть хоть говорят что угодно. Но вот именно вот этот страх не успеть чего-то в жизни, того, что время очень быстро идет, и ты как будто бы не улавливаешь чего-то самого главного, вот такие моменты, мне становится грустно, когда я задумываюсь об этом. Ясно. А что воодушевляет? Заставляет двигаться дальше, радоваться жизни? Ну, я думаю, что пример, когда я вижу счастливых людей, когда я вижу там женщин в возрасте, которые там успешны, замужем, красивые, я вижу, что вот это, возможно, они все успели, реально все успели. Очень воодушевляет, конечно, когда я смотрю на своих родителей, потому что у них, по моему мнению, там идеальная жизнь, они мало того, что любят друг друга, они лучшие друзья, и им там по 50 с чем-то лет, но они могут со своими друзьями точно так же там дурачиться, прыгать в бассейн, наряжаться в костюмы, там делать кому-то сюрпризы, и я понимаю, что это реально. И вот, если у меня есть такой пример, то есть совсем под боком, то, может быть, я все успею, будет так же. Я в этом не сомневаюсь. Твоя жизненная креда? Ну, я очень люблю это говорить, я не знаю, там, креда это или нет, но я называю его 3N. Нет ничего невозможного. Никогда нельзя побояться поставить перед собой цель с мыслью, что у меня это не получится. Оля, большое тебе спасибо за эту беседу. Я тебе желаю дальнейших покорений вершин, и я уверена, у тебя все впереди. Несмотря на то, что ты достаточно много сделал для своего возраста, самое главное еще впереди. Удачи тебе. Спасибо. Спасибо.